В Твери начинается возведение новой детской областной клинической больницы. Накануне на месте строительства почетными гостями был заложен памятный камень. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемесов. Об истории принятия решения о начале создания важнейшего для региона высокотехнологичного медицинского кластера рассказывает наш корреспондент. Это история из числа тех, о которых обычно говорят. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Прежний корпус детской больницы на набережной Степана Райзина в Твери сгорел несколько лет назад. Жертв тогда удалось избежать, но само здание сильно пострадало от пожара. Поэтому восстанавливать медучреждение в прежних стенах не имело смысла. И уже более двух лет больница работает в достаточно стесненных условиях. Часть отделений размещается в других зданиях, что очень усложняет маршрутизацию юных пациентов. Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято губернатором Игорем Руденей весной 2017 года. Тогда стало известно, что из федерального бюджета на это будут выделены 4,6 миллиардов рублей, а из регионального – 1,2 миллиарда. Единственным исполнителем проекта назначена дочерняя организация корпорации «Ростех» – компания «РТ-Соцстрой». Наша компания «РТ-Соцстрой» имеет очень большой, богатый опыт строительства медицинских учреждений. Мы построили 12 высокотехнологичных медицинских центров различного направления. 15 перинатальных центров построено. Сегодня уже мы строим различные медицинские учреждения. Недавно подписали соглашение с губернатором Севастополя. Там будет строиться большой медицинский кластер. 15 июня госкорпорация «Ростех» и правительство Тверской области подписали государственный контракт на строительство в регионе новое ДОКБ. Это будет современный медицинский центр, который спроектировали в виде двух шестиэтажных корпусов, соединенных тремя галереями. Кроме того, подразумевается и наличие подземного этажа. Сама клиника рассчитана на 420 коек и 13,5 тысяч посещений в год. Здесь будут располагаться 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, острую потребность которых испытывает Тверской регион. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев. Там несколько направлений совершенно новых, в том числе и направление, которое касается нейрохирургии, то, что касается онкологии детской. Мы еще полагаем, что в процессе строительства могут быть внесены дополнения либо уточнения, потому что все меняется, особенно практика медицины. Если раньше она формировалась десятилетиями, потом годами, то сейчас мы видим, что буквально месяцами меняется подход, практика к лечению, к оказанию медицинской помощи. И в этот же день губернатор Тверской области Игорь Руденник и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заложили первый камень в ознаменовании строительства ДОКБ на месте, где в течение трех лет будет возведена современная высокотехнологичная клиника. Ожидается, что новое учреждение откроет свои двери уже в конце лета 2023 года, тем самым завершив создание в Твери целого медицинского городка, объединяющего ведущие учреждения здравоохранения региона, перинатальный центр имени Бакуниной, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. На удобно расположенной территории кластера будут созданы все условия, как для комфортного посещения учреждений, так и качественного оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья и не только. Мы регион, который находится на трех федеральных трассах, это М10, М11 и М9. Доступность очень хорошая. У нас также остановки Сапсанов есть, остановки Ласточки. И сегодня Тверь даже географически очень здорово выигрывает при создании такого высокотехнологического комплекса. Мы понимаем, что медицинская помощь будет доступна для нашего региона, для жителей и для жителей соседних регионов, если это потребуется. Для контроля за качеством и сроками работ на знаковом региональном объекте создана дирекция по строительству. Федеральным ориентиром превозведений станет Морозовская детская больница в Москве. В настоящее время все готово к началу работ, обеспечена необходимая техническая документация. Точные сроки начала строительства пока не разглашаются, но стоит ждать, что это произойдет уже совсем скоро.